Поиск спутника жизни – задача не из легких. Казалось бы, в современном мире она должна стать проще. Есть социальные сети, есть сервисы для знакомств. Но, увы и ах, алгоритмы не способны учесть всего. Тиндер из России ушел, а значит, ниша в некотором смысле стала свободнее. В надежде ее занять многие занялись разработкой собственных приложений для знакомств. Такой целью задались и студенты Казанского федерального университета. Все началось здесь, на самой обычной паре. Но обо всем по порядку. Нам необходимо было придумать какой-либо проект и реализовать его. В целом мы с ребятами объединились в команду и вкидывали различные идеи. И нам всем понравилось как раз, когда мы затронули тему Тиндера случайным образом. Мол, вот он уходит из России, что мы будем делать. И мы раскрутили ее до того, что было бы классно иметь возможность еще поиска человека по фотографии. То есть, чтобы было распознавание. Как это вообще будет работать? Ну, с первого взгляда все как обычно. Мы загружаем свою фотографию и заполняем профиль. Ну, а дальше, в отличие от других дейтинг-сервисов, мы подгружаем фотографии референсы вашего идеального партнера. Ну, то есть, условно говоря, мы берем фотографии ваших любимых актеров, которые симпатичны вам внешне. Давайте пройдемся по женской классике и загрузим фотографию Ены Сомерхолдера, Дмитрия Чеботарева и, естественно, Райана Гослинга. Референсы, которые вы загрузите, никто не увидит. Так что не переживайте на этот счет. Нейросеть обработает фотографии и подберет вам наиболее подходящего партнера. Как внутренне, так и внешне. Из обычного учебного задания проект перерос в нечто большее. Накануне он даже попал в список победителей конкурса «Студенческий стартап». Отметим, что на данный момент уже имеется прототип. Прототип есть, но его нужно доделать. В целом, приложение может регистрироваться, искать анкеты, загружать фотографии и референсы. Просто нужно переделать много интерфейсов, чтобы он был приятным для пользователя максимально. Пока что приложение дорабатывается и в открытом доступе его не найти. Но заинтересованные в его развитии люди уже есть. Не исключено, что Муррор в ближайшее время выйдет на рынок. Маргарита Михайлова, Фарид Захитагвы, Универньюз.